Летом 1937-го знаменитый АНТ-25 стартовал с Щелковского аэродрома. Через 63 часа и 16 минут он, преодолев Северный полюс, без посадок достигнет американского города Ванкувер. Рекорд, а вместе с ним имена Валерия Павловича Чкалова и его экипажа навсегда войдут в историю отечественной авиации. В этом году отмечается 80-летие легендарного перелета. В рамках пресс-конференции организаторы и участники торжественных мероприятий, которые состоятся в микрорайоне Чкаловский 17 июня, рассказали, как пройдет празднование и почему площадкой для торжества был избран именно город Щелково. Что такое земля, Щелковская земля? Это особая, это знаменитая земля. Среди вас живет очень много героических людей. Земля связанная с подвигами в авиации, с подвигами в космосе, с подготовкой командных кадров. Сегодня мы все смотрим в наше прошлое. Мы преклоняемся перед нашей историей. Мы преклоняемся перед подвигом тех россиян и советских людей, которые совершили этот подвиг в 30-е годы. Я глубоко от всей общественности, от всех ветеранов благодарю главу администрации и все администрации Щелковского района за то, что они так отнеслись к этой дате, замечательной дате, с чувством ответственности перед нашей историей, перед вами, дорогие друзья, перед всеми ветеранами, которые находятся на этой земле. И вдохнули, я повторяюсь, особый смысл, проявили инициативу. Торжественные мероприятия стартуют утром 17 июня. На территории 12-й школы будет установлен бюст Валерия Чкалова, выполненный в рамках проекта «Аллея российской славы». Для одного из лучших учреждений образования не только нашего района, но и Подмосковья, это станет первым шагом к тому, чтобы наконец-то осуществить давнюю инициативу и присвоить школе имя Героя Советского Союза. В 10.00 мы начинаем торжественное мероприятие в школе 12, которое в этом году будет присвоен имя Чкалова. Мне кажется, что самое главное все-таки это говорить ребятам, чтобы они делали себя сами. Потому что, если взять пример жизни отца, то это человек, который сделал себя сам. Потому что у него была мечта. Он действительно в юные годы увидел гидросамолет на Волге, заразился этим делом. И дальше все шаги, которые он предпринял, это были шаги вот к этой самой цели. По словам руководителей проекта «Аллея российская слава», впоследствии скульптурная экспозиция может значительно расшириться. «У вас, у Щелковского района, есть уникальный шанс, что целиком экипаж впервые появится вместе. Мы их можем собрать вместе, в одном месте где-то установить». Мемориал рядом с Дворцом культуры, также носящим имя легендарного летчика, был открыт в честь 40-летия рекордного перелета. Однако до сих пор на нем не было установлено специальной мемориальной доски. 17 июня этот пробел планируют поправить. Затем произойдет долгожданное для старожилов бывшего военного городка событие – закладка будущей аллеи героев. В сквере напротив вечного огня, покорителям неба, мы закладываем в этот день аллею героев, будущую аллею героев. И уже немножечко забегая вперед, хочу сказать, что сквер напротив вечного огня в дальнейшем будет сделан стилизованно, и первый пилотный проект вы увидите в момент закладки камня аллеи героев. Торжественная часть праздника – концерт и награждение – пройдут во Дворце культуры имени Чкалова. Участие в мероприятиях примут представители Министерства обороны, правительства Российской Федерации и Подмосковья. Готовится к празднику испытательный центр, расположенный в войсковой части на территории Чкаловского аэродрома, с которого 80 лет назад стартовал знаменитый экипаж. Многих современных летчиков-испытателей когда-то также вдохновил рекорд межконтинентального перелета. Валерий Павлович показал нам правильную дорогу, заложил хороший задел, который находится в надежных руках. В настоящий момент проходит испытание достаточно большое количество летательных аппаратов. Это самолетов типа Ил-76, легкого, тяжелый самолет, легкого военно-транспортного самолета Ил-112. И, конечно, к этому надо возвращаться, надо делать то, что было бы удобно и нашим людям, и нашей стране, и нашей экономике. И благодаря именно таким полетам, как совершил экипаж Валерий Павлович Чкалова, благодаря именно такой информативности во всем мире мы завоевываем авторитет. Торжественные мероприятия, посвященные годовщине, пройдут и в центре города Щелково. В городском парке состоится концерт, который, как и в Чкаловском, завершится праздничным салютом. Подготовка к праздничным мероприятиям началась еще пять месяцев назад. В том числе в более чем десяти школах Щелковского района прошли так называемые уроки мужества, организованные благотворительным фондом всем вместе. Конечно, мы с удовольствием включились в этот проект, потому что все наши работы как раз связаны с молодежью. Они направлены на то, чтобы молодежь могла возгордиться славными традициями наших героев и передать свои преемственности поколений. После пресс-конференции краевед Георгий Ровенский провел презентацию своей новой книги, посвященной истории аэродрома Щелково, который с момента легендарного перелета все знают как Чкаловский. Это известие прошло во все газеты, как-то надо было называть все это дело, назвали Щелковский аэродром. Иногда пишут, что подмосковный аэродром, но их было несколько. А Щелковский аэродром, вот впервые имя прозвучало в 1936 году во время вот этих событий. Рассказали участники пресс-конференции и о более дальней перспективе. Во Дворце культуры имени Чкалова должна появиться постоянная экспозиция, посвященная достижениям героев авиации. Сейчас проект согласовывается с другими музеями, посвященными знаменитому летчику-испытателю. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».